Андрей Геласимов, роман «Степные боги». Мне казалось, когда я читал эти книги, что, безусловно, фавориты, в известном смысле абсолютно виртуозные писатели, в буквальном смысле слова, это Геласимов и Бояшов. Да, и книга Геласимова, например, меня отчасти напомнила Александра Чудакова «Ложиться мгла на старой ступени», если кто читал, это замечательная книга покойного автора, там о такой же России, в общем, потаенной, так сказать, никому неизвестной. Андрей Геласимов, вам спасибо тоже за «Степных богов». Книга «Толстенная», я пробивалась, как через терник звездом, сквозь вот этот вот том огромный, таскала его везде с собой, и как только у меня взялась какая-то свободная минутка, я приседала с этой тяжеленной книгой, все вокруг ходили, и говорили, ну да, мы читаем, да. Говорили, я говорю, мне еще вот столько вот таких книг нужно прочитать, целых шесть штук. Интересно, познавательно и здорово, что в современной российской прозе есть отсылы к Великой Отечественной войне. Это по-настоящему трогает. Да, во-первых, когда я дал согласие участвовать в жюри, я только потом понял, что, конечно, у меня не очень роль, ну, судьи, не судьи, что я должен выбрать из шести книжек одну, учитывая еще, что с некоторыми авторами или издателями меня связывают дружеские отношения. В общем, это довольно серьезная ситуация. До встречи с Артемом в клубе Молис я прочел от корки до корки все шесть книг, все шесть по счету с удовольствием. Даже думал и брал телефон господина Топорова, узнать, нельзя ли воздержаться, нет ли такой функции. Мне объяснить, что это невозможно. Поэтому мне пришлось проголосовать. Проголосовал я за... Ой, сейчас до этого я еще хочу одну вещь сказать. Артем уже сказал про идиотский вынос на книге Андрея Геласимова. А я хотел бы обратить внимание издателей, что, к сожалению, все шесть книжек, по-моему, с моей точки зрения, оформлены и изданы крайне небрежно и бездарно. Это очень печально. По-моему, авторы как-то должны организовать профсоюз и вообще влиять на эту ситуацию. Потому что такие книжки просто на полке. Ну, у нас у всех есть библиотеки, да, мы все знаем, что такое хорошо изданная книжка. И, по-моему, надо на это как-то влиять. А проголосовал я за книгу Андрея Геласимова «Степной и Боги». Я голосовал исключительно из зависти. Я сейчас объясню, почему. Потому что я всегда завидовал тем, кто занимается некими видами искусства, который совершенно чист, в том смысле музыкантом, в первую очередь, и писателем. Потому что есть лист бумаги, ручка, кто-нибудь здесь пишет ручкой сегодня. И вы начинаете делать то, что зависит только от вас, больше ни от кого. И таким образом вы можете идти в разных направлениях. Главное, чтобы чувство вкуса и чувство меры вас не подвело, и вы бы выстроили бы композиционно правильно все, чтобы это было бы цельным произведением. Вот. И исключительно поэтому я проголосовал за роман «Степные и Боги». Роман «Степные и Боги» – это книга, которая мне показалась абсолютно традиционной, патриархальной, в общем-то, написанной абсолютно в стиле советской литературы 40-х, 50-х годов. То есть это не то, чтобы почвенничество, то есть там нет вот всех этих диалектизмов, там всякого бы юродства, вот этого свойственного для наших деревенщиков, да, но все вот, все вот так вот очень и очень патриархально, добротно, реалистично. И я, честно говоря, уже не знаю, поскольку у нас все, на самом деле, крайне эклектично и постмодернистично, вот, я не знаю, это была стилизация или на самом деле Сергей Магеласимов, он вот такой вот автор. То есть, Андрей, вот именно такой автор, да? А? Да. Значит, собственно говоря, роман о том, что 45-й год, август месяц и степи Забайкалья, и описано босонокое детство такого парня, который там живет, и у которого складываются очень сложные отношения и с родителями, и с друзьями, и с японскими военно-пленными. Все это очень трогательно, все это очень здорово. И заканчивается роман точно так же, как заканчиваются все романы Чарльза Диккенса, то есть сказано, что вот парень стал потом геологом, а мама его вышла замуж там за известного по тексту военного и так далее. Значит, все там было очень мило, и на мою такую уже привыкшую к всевозможным хитрым, изыскам читательскую душу, это все произвело такое бальзамическое впечатление, вот можно же писать просто и без бакедона, да? Повторяю, я не знаю, это так на самом деле или же это была стилизация. Единственное, что мне показалось недостатком этого романа, на самом деле это недостаток практически всех книг, которые тут в шорт-листе были, то, что там в общем-то нет финала, да? То есть ткань повествования этого романа видит, да? Она выходит из ниоткуда и уходит в никуда, в общем, как вот это самое бескрайнее забайгальское степо. Ну что ж, у нас четко абсолютно обозначился победитель и господа организаторы, мы сейчас приглашаем на сцену, да? Мы приглашаем на сцену Андрея Геласимов, приветствуем и поздравляем с победой! Здесь хорошо сказали с победой, победа не моя на самом деле, победа наша общая в той войне, в которой мы выиграли 50 лет назад. Поэтому с победой вас всех, с той самой, с великой. Спасибо. 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 Продолжение следует...